Друзья, всем привет! В этом видео хочу ответить на вопрос и вообще озвучить важную такую тему, которая касается архаманов, которые только-только увлеклись орхидеями и начинают возникать вопросы, связанные вот с этими вот роскошными, обалденными щупальцами. Щупальцами орхидеи это корни орхидеи. И вот одна из зрительниц нашего канала задала буквально пару дней назад под видео, в котором я показывал орхидею, у которой корни были и в самом горшке, это орхидея абба, и корни полезли у нее разные в стороны. И вот Алла Гурьянова, почитайте комментарий, я сюда его продублирую, а сам прочитаю напротив, значит, на компьютере. Добрый вечер, орхидейка очень красива. И теоретический вопрос, почему у орхидеи при таких шикарных корнях есть еще и воздушные корни? То есть, в каких случаях орхидеи растят воздушные корни? Я уже там ответил, если вы видите, да, что рассказывал много раз, корни у фаленопсисов не только для питания, но и в первую очередь для закрепления к поверхности и удержанию растений. Я об этом отдельно еще расскажу и хочу напомнить всем, друзья, неважно, какой вопрос у вас возникает, заглядывайте в раздел плейлистов на нашем канале. Там все наши видео, а это порядка полутора тысяч видео, касающихся ухода за орхидеями, разложены по плейлистам. И каждый плейлист это огромный раздел, касающийся той или иной темы. Корни орхидеи, пересадка орхидеи, закрытая система, полив, удобрения, подкормки. В общем, все-все-все, там свыше ста плейлистов. И заглянув в тот или иной плейлист, можно получить исчерпывающую не только теоретическую, но и практическую наглядную подсказку. Но в этом видео я хочу еще немножечко обобщить информацию, то, что связано с воздушными корнями. Хотя у нас есть отдельные два плейлиста на канале. Один называется Корни орхидеи. Там собраны все видео, там сотни, наверное, видео. Все, что касается корней, наращивания и так далее, там подобное. Почему они растут, почему не растут, стимуляция, обрезание, не обрезание, закапывать, не закапывать. В общем, все. Плюс еще второй плейлист отдельный. Как раз-таки это видео попадет в том числе и в этот плейлист, который называется Воздушные корни орхидеи. Там тоже есть все ответы, в том числе и на этот вопрос. Но сегодня я хочу немножко расширить вопрос, касающийся вот этих вот воздушных корешков орхидеи фаленопсисов. Итак, начну с того, что, ну, такого, знаете, разграничения, что, мол, вот воздушные корни орхидеи и вроде как горшочные. На самом деле, с точки зрения, ну, правильного отношения к корням орхидеи, у нее нету воздушных, нету горшочных у фаленопсиса. Это уже мы придумали обычные, ну, как сказать, архоманы, любители, которые в домашних условиях выращиваем свои орхидеечки, что те корни, которые не попали в горшок, это вроде как воздушные. Нет, друзья, на самом деле у орхидеи что горшочные, что воздушные, это одни и те же корни. И строение у них одинаковое абсолютно. Просто воздушные корни выросли в воздух и имеют разницу в толщине веламена, слоя, пористого слоя, в который и втягивается влага. И этот веламен является таким дверцами в тот тоненький длинный стерженек, который находится под этим веламеном на протяжении всего корешка, и по которому эта влага и питательные вещества поступают в само растение. Все просто. Так вот, и почему, значит, воздушные корни, они появляются и растут? Значит, причин на это, друзья, огромное количество. Как вы уже прочитали в комментарии, она ответила, что одной из основных причин у фаленопсисов, это не только у корней получать влагу и питательные вещества из окружающей среды и из той среды, в которой он растет. В расщелинах, если на камнях, то в расщелинах между камнями. Если на деревьях, подчеркиваю, на деревнях, то где-то в пазухах между ветками скапливается вода. Вот корешки из них оттуда качают влагу и питательные вещества. Но и одной из основной функций корней орхидеев, именно фаленопсисов, является это еще и удержание орхидеи на поверхности. Почему? Потому что орхидея фаленопсис это эпифитное растение, эпифитное воздушное, которое на чем-то растет. На поверхности деревьев, на поверхности камней. Фаленопсис это воздушный, ну не только фаленопсис, но еще и ряд дендробиумов, ряд бульбовых орхидей. Ряд бульбовых орхидей растут на поверхности, но у огромного количества орхидей, конечно, корни есть. И которые исключительно для грунта, которые в грунт вырастают и в земле в том числе есть такие виды и рода орхидей. Ну, сейчас речь именно о самой распространенной в домашних условиях орхидеи. Это именно вот фаленопсис, вот такой вот красавчик. Это мини-орхидеечка, у нее здесь корни и в горшке, и на поверхности вот такие вот тянутся. И вот, друзья, что хочу сказать. Одной из основной функций является это желание орхидеи закрепиться. Потому что в природе эти орхидеи, фаленопсисы, они на деревьях. И вот эти вот корни выполняют функцию, как, знаете, щупалец, который они растопырку вытягивают, выращивают. И жестко закрепляют растения, чтобы ветром не болтало и так далее, и тому подобное. Это в идеале, это в природе. Но с учетом того, что те орхидеи, которые у нас в домашних условиях растут, это уже гибриды с, наверное, максимально отсеченными природными инстинктами. Но если вот обратить, например, за моей спиной на сотню гибридных фаленопсисов, то лишь только у единиц вот так вот вырастают воздушные корни. И у каких-то причиной является это пробуждение именно вот этого вот природного инстинкта корням вылезти и за что-то закрепиться. Потому что у всех орхидей одинаковое освещение, одинаковая влажность, одинаковый полив, одинаковые горшки. Ну я условно говорю одинаковые, да, но уход правильный. То есть орхидеи не нуждаются ни во влаге, орхидеи не нуждаются ни в дополнительных питательных веществах, чтобы говорить о том, что корни, например, растут воздушные, потому что орхидеи не хватает воды. Или корни растут воздушные, потому что в горшке слишком сухо. Это, друзья, в какой-то степени заблуждение. Почему? Потому что достаточно вот на нашем канале было видео, начиная с 2017 года, различное огромное количество экспериментов и видео, касающихся орхидеи в разных способах посадки, в разных способах полива, ухода и так далее, там подобное. И у нас один есть уже завоевавший такой, знаете, огромное количество архаманов, фанатов полива орхидеи, содержания орхидеи на мокрых пяточках. Есть, конечно, противники этого способа, но есть прям настоящие фанаты, которые содержат свои орхидеи. И я вот уверен, что те, кто на мокрых пяточках содержит, кто насмотрелся там 3-4 года видео наши назад на канале и перешли на этот удобный полив, могут написать в комментариях такой факт, что... Ведь мокрые пяточки это из излишек влаги в горшке. И это не говорит о том, что у этих орхидей должны корни от излишка воды лезть в стороны. То есть искать эту, точнее не так, что от излишка лезть в стороны, спасаясь от болота, либо спасаясь от излишней влаги. Нет, это не показатель, это будет лишь только у единиц. И эти единицы это как раз те орхидеи, которые в большинстве своем, у которых проявился такой инстинкт природный, закрепиться куда-то за что-то. Это нормальное явление. Дальше, другой вопрос, значит, какие еще причины побуждают орхидеи расти в стороны? Это как раз-таки тоже одна из причин, что может не хватать влаги, то есть слишком редкий полив, слишком, скажем, непродолжительный полив. То есть у орхидеи не хватает внутри, в горшке влаги. И здесь не стопроцентно, но могут проявлять орхидеи такой, знаете, момент, что начинают тянуть корни в разные стороны, чтобы найти какую-то расщелину для того, чтобы найти влагу. И я вот сейчас скажу такое свое наблюдение за 20-летние, почти 20-летние увлечения орхидеями, что вот когда именно вот такая, значит, что не хватает влаги орхидеям. Об этом говорят те корни, которые начинают тянуться в темноту, да, в противоположную сторону от освещения. Это говорит о том, что корни тянутся в темноту для того, чтобы в темноте, вот так думает орхидея, что в темноте меньше света, солнечного, да, или освещения. И, соответственно, должно меньше испаряться влаги. Значит, в темноте будут корешки. Я вот хочу просто обратить внимание тех орхидеев, которые долго уже увлекаются орхидеями, не один год, и, возможно, где-то допускали такое, что орхидеечки немножечко подсушивались, пересушивались, или недостаточно полив был, и что у таких орхидей корни начинают тянуться в темноту, в противоположную от освещения. И тут как раз срабатывает вот этот вот инстинкт поиска воды в темноте, где-то в щелочках, в расщелочках на камнях, то есть там, где темно, значит, там медленнее испаляется влага, и, соответственно, возможно, находится что-то такое, где можно попить, либо получить дополнительные питательные вещества. Но это не всегда, не во всех, не в стопроцентных случаях. То есть, это один из вариантов. Но самый, наверное, распространенный, именно вот самый распространенный показатель того, что орхидея, значит, почему орхидея растит, и из-за чего орхидея растит воздушные корни, это два таких момента. Первый, это посадка орхидеи над, то есть, либо корни внизу наросли, и когда они же увеличиваются, корни, да, объем в горшке увеличивается, вот как у этой орхидеи. Орхидея медленно и уверенно оказывается над поверхностью, то есть, выдавливают нижние корни, растут, расширяются и подымаются. То есть, не совсем глубоко. Обычно это происходит либо через несколько лет, по мере роста корней, либо сразу изначально неправильно посадили орхидею слишком высоко основанием. И, соответственно, орхидея начинает вытягивать в сторону эти корешки. Вот они, друзья, видите, в сторону начинают вытягивать эти корешки. И, естественно, они могут не попадать в горшок, и орхидея, находясь над поверхностью грунта, начинает подключаться вот этот инстинкт закрепления орхидеи на поверхности. То есть, она чувствует, что она уже находится основной своей массой над грунтом, и ей нужно куда-то в сторону, чтобы организовать такую своеобразную устойчивость. И вот эти корни начинают распозваться вверх. Опять же, это не у 100% орхидеи. Потому что вот я специально выбрал, на заднем плане вы видите, у орхидеи особо-то и не видно с воздушными корнями. У всех все нормально. Это вот я выбрал таких вот прям ярких представителей. То тех моментов, почему растут корни, для примера, чтобы показать эти орхидеи. Есть, например, орхидеи, которые вот, вот я туда вот назад, в зад поставил. Вот она тоже над поверхностью находится, вот эта орхидея. У нее основание, она даже уже на бок немножко заваливается, но у нее корни не растут, а прям прямиком тянутся во влагоемкий закрытый горшок. Прям внутрь все, ни одного прям воздушный вылазит и потом меняет свой... Да я сейчас покажу, что я рассказываю. Ну вот. Вот смотрите, яркий тому пример. Видите, он пошел-пошел, а потом раз и завернул сюда. То есть орхидеи нет надобности. То есть у нее не работает этот инстинкт закрепления. Хотя она уже вот на бок заваливается и все. То есть, а все у нее здесь. Посмотрите, и здесь влажно. И от влаги она не убегает. Это орхидеи. Ровно так, как и здесь орхидеи не убегают от того, что здесь не долив. Здесь орхидеи находились частично и на мокрых пяточках, и на замачивании. И орхидеи здесь корней и внутри много, и снаружи много. А теперь это значит один момент, почему корни растут воздушные в большинстве своем. То есть основание орхидеи оказалось над поверхностью. Еще один момент. Это значит, когда орхидея много лет находится в горшке. Я уже не раз рассказывал. Она растет. И у нее вверху нарастают листья. Нижние частично отмирают. Это нормальное явление. Потому что у листьев есть свой тоже период жизни, как и у корней. Корни от 6 месяцев до 3 лет живут. Листья побольше, конечно, живут. Но все равно нижние отмирают. И корневая шейка у орхидеи, соответственно, начинает увеличиваться. То есть изначально, когда мы ее... Вот она была там размером. Мы ее посадили вот так. Посадили ее. А она начинает расти же. Орхидея растет. И корневая шейка увеличивается. И происходит вот такая вот картина. Как пример вот этой вот орхидеи. Это, друзья, орхидея сиамский близнец. Которую мы вместе с вами пересаживали в конце зимы. 2018 года. Сейчас у нас весна 2022 года. То есть более 4 лет назад мы эту орхидею пересаживали. Это орхидея Вивальди. Бабушка. Она же лет 15, наверное, у меня больше может быть даже. Я, честно говоря, точно не могу сказать. Там плюс-минус. Там 15-16-14 лет этой орхидеи. То есть она уже достаточно старая орхидея. И вот за 4 года, друзья, она и так у нее, а шея была не маленькая, а корневая. Она вот за эти 4 года нарастила. Посмотрите, какую длинную. Вот она, это все шея. Шея такая вот. Она росла-росла. С учетом того, что их здесь 2 орхидеи. Листья отживали свой век. И эта орхидея, нарастив длинную такую шею, плюс завалилась. И, соответственно, корни-то растут в основном из новой части, из молодой нарощенной шейки корневой. По большому счету на нижней части они из кочерыжки практически не вылазят. Корни растут новые. И она, знаете, орхидея, как телескопическая удочка, постоянно продолжает, как мох с фагнумом. Вот, друзья, хорошее сравнение, как именно мох с фагнумом орхидея растет. То есть она вверх постоянно наращивает. Я сейчас имею в виду именно орхидею фаленопсис. Именно фаленопсис, друзья, наращивает макушку постоянно. А низ постепенно-постепенно отмирает. Корни отмирают, листья отбрасываются. Но горшок нам нужен для того, чтобы эта орхидея как-то у нас за что-то цеплялась. Чтобы не находилась она в воздухе. И, соответственно, приходит время, когда из-за долгого пребывания в горшке она начинает переваливаться, вырастает и перевалится. Это вот из новой части шеи начинают растить в разные стороны. Именно поэтому тоже в том числе рекомендация пересаживать орхидеи раз в 2-3 года. Эта орхидея у нас 4 года уже здесь. Ну, а здесь вопрос не времени, а вопрос разделения. Даже у нас вот где еще был цветонос. То есть она настолько старая орхидея, просто. У нас есть видео пересадки этой орхидеи. Есть целый плейлист, посвященный этой орхидее. Там все-все-все про нее у нас собрано. В общем, это вот основные моменты, почему, значит, так, что у нас там в шикарных корнях, в случае орхидеи растят. Почему растят, в каких случаях орхидеи растят воздушные корни. Это вот именно основные причины почему. Не нужно искать какого-то прям глубинного смысла в том, что если растут корни у орхидеи воздушные, что это какое-то отклонение неправильное или еще что-то. Это, друзья, нормальное явление. Мне вот, например, даже очень нравится, когда у орхидеи воздушные корни, мне это на мой взгляд, что это добавляет какой-то дополнительный шарм орхидеи, дополнительное шоу ей, да, шоу, именно красоту этой орхидеи. То есть она становится вообще, потому что я люблю любоваться корнями и в горшке, и воздушными корнями. Но, к моему сожалению, не все корни, точнее, не все орхидеи растят корни. То есть вот по, знаете, как сказать, такой статистическому, ну, я могу сравнивать и говорить о какой-то статистике, ввиду того, что уже почти 20 лет увлекаюсь орхидеями, и через мои полочки прошли именно тысячи орхидеи. Сейчас там плюс-минус 300 последние годы, и знаете, какой процент орхидеи прям вот, прям вот ярко наращивающих воздушные корни. Ну, по причинам, которые я уже озвучивал, да, это причина основная, точнее не основная, а если ты все хорошо ухаживаешь, вовремя пересаживаешь, что она не торчит над грунтом, что она не засиделась в горшке более трех лет, а вот просто вот как показывал Абу, именно Абы, да, что вот вроде бы разные посадки, да, одна полузакрытая посадка, другая закрытая посадка, разный полив у этих орхидей, казалось бы, что-то одно орхидея должна выбрать лучше, но и у одной орхидеи, и у второй орхидеи при наличии горшочных корней присутствуют еще и прекрасно растут в разные стороны жирный смизинец, с мизинец корней воздушный воздух, то есть вот это, наверное, ну, я так полагаю, что как раз-таки включается инстинкт закрепления к чему-то, да, как такая медуза, или, не, не медуза, а как она называется с щупальцами, да, осьминог, как осьминог такой со своими щупальцами к чему-то где-то присосаться, и вот какой процент, ну, я думаю, где-то это, наверное, одна орхидея из, ну, где-то 50, друзья, вот где-то примерно так, 40-50, одна такая обязательно попадется, Другое дело, что кому-то, какому-то архаману из 4 орхидеи 2 растят именно вот так корни, он может говорить, а, половина орхидеи, утверждать где-то, что вот половина орхидеи воздушные корни любят растить, Может, это, это не совсем верно, потому что, вероятно, просто вот по одной из 40-50 орхидей ему прямо вот так вот достались, Ну, вот вы сами можете посмотреть на полках, не раз делал обзоры, не раз делал обзоры орхидей вот в этой комнате 4 стеллажей, И в этих обзорах вы могли воочию увидеть, что орхидей, у которых много воздушных корней, не так уж и много, их практически вообще, в принципе, нет. Вот я их выбрал из разных мест, вот эти вот 3 орхидеи, 2 малыша вот таких вот, но здесь как раз-таки причина, что они над горшком, и вот старушку эту, Вивальди. Вот, собственно говоря, и все. Ну, надеюсь, ответил на вопрос, более, значит, подробные ответы на другие вопросы, касающиеся воздушных корней, Отрезать их можно? Нельзя ли их отрезать? Можно ли их закапывать? Нельзя ли их закапывать в грунт? И другие вопросы, связанные с воздушными корнями, вплоть до, как приучить воздушные корни к горшку, да, но я имею в виду к посадке, да, к грунту. Все это можно найти в плейлисте, который так и называется «Воздушные корни орхидей» на нашем канале. И все внимательно посмотреть и обогатиться, друзья, дополнительными знаниями. Ну, а пока на этом я с вами досвиданькаюсь, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Продолжение следует...